Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я горд продолжить цикл лекций преподавателей-профессоров Института Физики. И сегодня я расскажу вам о черных дырах. Черные дыры являются, с одной стороны, наиболее простым объектом космическим для своего описания, с другой стороны, наверное, одним из наиболее интригующих. И если очень просто определить, что же такое черная дыра, то это область пространства-времени, которую не могут покинуть никакой объект, в том числе и свет. Почему пространство-времени, а не просто пространство? А потому что в тех случаях, когда мы рассматриваем очень сильную гравитацию, мы должны оперировать общей теорией относительности, в рамках которой пространство и время являются неделимым субъектом. Тут можно вспомнить доктора Эммета Брауна из трилогии «Назад в будущее», который очень часто бегал с вупченными глазами и кричал слова пространства-временной континуума. Вот здесь эти слова как никогда к месту. Но сверху вы видите гифку «Все гифки». Моя презентация, ровно как и анимация, была взята с официального сайта NASA. И на этой гифке вы можете видеть яркий пример того, что пространство-время вблизи черной дыры искривляется. Если вы возьмете какую-то сферу обычную и окружите ее диском, то вы, очевидно, не будете видеть заднюю поверхность диска вот в такой проекции. А когда нашей сферой является черной дырой, то благодаря искривлению можно видеть заднюю поверхность диска именно таким образом. Давайте немножечко пробежимся по истории вопроса. Началось все, как ни странно, в 1783 году, когда английский священник Джон Митчелл опубликовал письмо в Королевскую академию наук, в котором писал следующее. Существуют звезды настолько массивные, что вторая космическая скорость для частиц света может превысить скорость света. И эти звезды будут попросту для нас невидимы, раз от них не приходит свет. Какие еще частицы света, вы спросите? А очень просто. На тот момент господствовала корпускулярная картина мира, которая являлась следствием триумфа механики Ньютона. И утверждалось, что абсолютно все частицы, простейшие в том числе и свет, состоят из маленьких шариков. Но если есть маленький шарик, если есть некая планета или звезда, то у этого маленького шарика есть вторая космическая скорость. То есть скорость, благодаря которой он может от этого объекта удалиться. И если эта скорость, собственно, превышает скорость света, то, очевидно, этот объект не видим. На тот момент это было вполне себе передовое рассуждение. И Митчелл предположил, что, возможно, в космосе существует множество таких объектов. Но, исходя из знаний того времени, ничего более сказать было нельзя. Продолжает эстафету Пьер Симон Лаплас, выдающийся французский ученый. У него множество трудов в различных областях, и в механике, и в физике, и даже в астрономии. И в своем фундаментальном труде описание системы мира, по-французски я это не произнесу, он в одном из томов вводит гипотезу черных дыр, черных звезд Митчелла, но в последующих томах он почему-то ее убирает. Видимо, засомневался. А изобретателем термина черная дыра является замечательный ученый и популяризатор науки Джон Арчибальд Уиллер, который ввел его в 1967 году. Здесь нужно несколько углубиться. Термин черная дыра звучал из уст такого солидного ученого, несколько необычно. До этого использовали такие термины, как коллапсары, застывшие звезды, замерзшие звезды, об этом мы поговорим, почему не замерзшие. Но и тут вдруг такой фривольный термин черная дыра. Доходило даже до того, что когда в 1969 году главному редактору журнала Physical Review пришла статья о том, что черные дыры не имеют волос, он сказал, что таким непристоймостям не место в его журнале. Но, тем не менее, начиная где-то с 70-х годов, термин черная дыра укоренился в научной терминологии. Что за волосы, почему она их не имеет, мы тоже поговорим чуть попозже с вами. И такой исторический экскурс немыслим без того, чтобы рассказать, какими собственными теориями черная дыра описывается. И начну я с 1900 года из знаменитого доклада Уильяма Томпсона, который впоследствии получил титул Лорда и стал называться Лордом Кельвином. Доклад назывался «Тучи 19 века над динамической теорией теплоты и света». Доклад заключался в том, что вообще практически все в физике уже открыто, и скоро все фундаментальное здание науки будет построено. Но осталось два небольших облачка разрешить. Первое облачко было связано с так называемой ультрафиолетовой катастрофой, что привело к рождению такой интересной, сложной и глобальной теории, как квантовая механика и квантовая теория поля. Одна из наиболее красивых и сложных физических теорий 20 века. О другом облачке мы сейчас поговорим. И это облачко привело к не менее глобальной, интересной и сложной физической теории 20 века, а именно теории относительности. Что это было за облачко? На тот момент очень хорошо работала классическая механика, которая базировалась на трех законах Ньютона. Вам всем здесь сидящим прекрасно известно. С другой стороны, уже почти полвека как, хорошо, 30 лет как, были известны уравнения Максвелла, описывающие электромагнетизм. Прекрасно работающие. В чем проблема? Проблема в том, что в механике Ньютона скорость вообще ничем не ограничена. Вы прекрасно знаете закон сложения скоростей. То есть если у меня тележка в рамках механики Ньютона едет со скоростью света, на ней бежит человек со скоростью света, то человек бежит относительно Земли с двойной скоростью света. Что невозможно, в принципе, в рамках электродинамики Максвелла, потому что там строго зафиксировано, что свет имеет скорость, равную примерно 300 тысяч километров в секунду. То есть имело место быть фундаментальное противоречие между двумя очень хорошо работающими физическими теориями. И вот такие противоречия не дают покоя физикам-теоретикам. И рано или поздно это приводит к окрытию еще более фундаментальных физических теорий, которые объединяют данные теории. Усилиями очень многих людей, на самом деле, была рождена специальная теория относительности. Я тут перечислил. Главные действующие лица Эйнштейна, Пуанкаре и Лоренца. Представлять Эйнштейна, я думаю, не нужно. Лоренц и Пуанкаре, выдающиеся и математик, и физик. Лоренц, может быть, многие слышали про преобразование Лоренца, хотя открыл их не он, но приложил множество физических и философских усилий для их обоснования. И что же специальная теория относительности говорит? Ну, поскольку эта лекция все-таки научно-популярная, стращать я формулами никого не собираюсь, я лишь проговорю о некоторых фундаментальных вещах. Во-первых, пространство и время объединено в некую единую сущность, которая называется пространство времени. То есть, если рассуждать грубо, помимо пространственных осей, х, у, еще где-то и з, есть ось временная. И объекты нельзя рассматривать отдельно в пространстве и отдельно во времени. Все это связано между собой. Следствием вот этого факта являются такие интересные эффекты, прекрасно измеренные, как замедление времени. То есть, движущийся объект, часы от этого движущегося объекта замедляют свой ход. И вообще замедляются все химические, биологические процессы. Это все измерено при помощи сверхточных часов, атомных, которые запускали на истребителях. Они с очень большими скоростями летали. Естественно, они были малы по отношению со скоростью света, но, тем не менее, довольно велики по отношению к нашим обычным скоростям, к которым мы привыкли. И было зафиксировано замедление времени для часов, движущихся с большой скоростью. Еще одной интересным следствием является сокращение длины. Оно заключается в том, что длина объекта, движущаяся с очень большой скоростью вдоль какой-то либо оси, сокращается вдоль этой оси. То есть, происходит сплючивание. Естественно, на практике мы этих двух эффектов не наблюдаем. Но лишь потому, что скорости, к которым мы привыкли, к которым привык наш мозг, очень малы по сравнению со скоростью света. В рамках нашего человеческого восприятия вполне себе можно пользоваться обычной механикой Ньютона. И люди пользуются, и будут пользоваться еще очень-очень долго. Но, тем не менее, при больших скоростях наблюдаются вот такие эффекты. И самым знаменитым следствием специальной теории относительности является формула, которая высечена на фасаде нашего института. Е равно mc2. Для нас же важно, что масса на самом деле обладает энергией. И наоборот, энергия обладает массой. Фактически, в рамках теории относительности это одно и то же. Мы этот факт еще сегодня затронем. Но специальная теория относительности не включала в себя гравитацию. Она работает только в плоском, не искривленном пространстве времени. Даже такому гению, как Эйнштейн, потребуется 10 лет, чтобы включить туда гравитацию. И чтобы додуматься до того, что, согласно общей теории относительности, тела движутся в искривленном пространстве времени. То есть, на самом деле, они всегда движутся по прямой. Только эта прямая не всегда является прямой в нашем понимании. То есть, в плоском пространстве времени прямая — это прямая. А если она будет искривленная, то прямая может быть окружностью. Параболой и так далее. Очень простой пример является вот перед вами. Мы возьмем какой-либо лист резины, разлинуем его, и положим тяжелый металлический шар посередине. И если мы будем пускать по этому листу маленькие шарики, то они будут какое-то время крутиться вокруг этого тяжелого шара. То есть, как планеты вокруг Солнца. У нас происходит некое подобие искривления пространства времени. Почему подобие? Ну, потому что время не искривляется, и искривление несколько более сложное, чем реально на листе резина. Но, тем не менее, модель очень наглядная, и на YouTube такие видео можно найти. Но вот этот самый лист резины является двумерной поверхностью. Там есть только координаты x и y. Но у нас есть еще третья координата — z. И поэтому мы должны представлять пространство-время как такое сплошное изделие из резины, которое может искривляться под действием массы энергии. И если я помещу туда какую-то маску, планету, Солнце, черную дыру, то она будет искривлять это пространство-время. И по выражению самого Жуиллера можно утверждать, что масса-энергия говорит или указывает пространству-времени, как ему искривляться, а кривизна в свою очередь указывает массе энергии, как ей двигаться. Я мог здесь записать уравнения, но они ничего не скажут простой публике, поэтому я избрал стратегию обойтись вообще практически без уравнений, а непосредственно сфокусироваться на физической стороне вопроса. И что же получилось? А получилось следующее. Общая теория относительности была опубликована в 1915 году. И, как это очень часто бывает, первое решение было получено для сферического коня в вакууме, для простейшей модели. То есть есть гравитирующий шар, полностью симметричный, и для этой системы было найдено решение уравнения Эйнштейна. Но, несмотря на то, что модель очень простая, мы все решали с какими-то точными массами на механике задачи, и по гравитации, и по движению, и по кулоновским заряженным шарикам. Это была простейшая модель. А вот общая теория относительности настолько сложна, что даже для такой простейшей модели решение оказалось найти можно не сразу. И идея заключалась в том, что гравитирующая масса как бы подминает под себя пространство-время. И что в этом случае образуется? Образуется вот такой интересный факт. Если масса очень велика и сосредоточена в неком маленьком объекте, то возможно образование так называемого горизонта событий. В чем это заключается? Он заключается в том, что если тело попадает внутри горизонта событий, то оно из него в принципе не может выбраться. Если чуть-чуть углубиться, то пространственная и временная координаты как будто бы меняются местами. То есть время же всегда течет вперед, а когда тело пересекает горизонт событий, вперед начинает течь уже не время, а координата, допустим, х. То есть оно все время идет вперед и не может вернуться назад. То есть, еще раз, любое тело, переседшее вот этот горизонт событий, не может вернуться назад с точки зрения внешнего наблюдателя. С точки зрения самого тела все будет нормально, что характерно. Даже, может быть, не заметить пересечение горизонта событий. А вот для наблюдателя оно просто исчезнет. Если же тело не пересекает горизонт событий, то оно сколько угодно может крутиться вокруг этого тела, вокруг даже черной дыры, и ничего с ним не будет. Но это некая демаркационная линия, пересекать которую нельзя. Сам же Шваршидт человек с довольно-таки сложной судьбой. Он был директором Потсдамской обсерватории в Германии. Несмотря на свой уже солидный возраст, он пошел добровольцем в Первую мировую войну и высчитывал траектории артиллерийских снарядов для дальнобойной артиллерии. Кончилось это тем, что он, будучи смертельно больным пузырчаткой, находясь в госпитале, пишет одну фундаментальную статью про квантовой механики, по квантовой теории Бора Заммерфильда, и пишет, что нам важно, две статьи, в которых описывается первое решение о уравнении Эйнштейна. Он получил признание письменное от самого Эйнштейна и, к сожалению, после этого скончался. Но, тем не менее, успел фактически обессмертить себя своим решением. В огромном количестве статей до сих пор рассматривается решение Шваршида, потому что оно простейшее и потому что оно очень физически значимое. Это просто симметричный шар. Мы также можем немного поговорить и о других решениях общей теории относительности, связанных непосредственно с черными дырами. Очень скоро после простейшего решения общей теории относительности были найдены решения чуть более сложные, а именно для заряженных черных дыр. То есть есть черная дыра, туда поместили какой-то электрический заряд. Это решение было найдено независимо Гансом Рейснером и Гуннером Норстерном. Рейснер был немецким авиационным инженером, даже не физиком профессиональным, но тем не менее хорошо владел математическим аппаратом и смог самостоятельно решить сложнейшие на тот момент математические уравнения. А Норстерн, наоборот, был профессиональным финским физиком-теоретиком, занимался очень много чем, даже пытался построить альтернативную теорию гравитации, не Эйнштейновского, а другую. Но после того, как эксперимент по измерению прицессии перигелия Меркурия опроверг эту теорию, он принял теорию Эйнштейна и нашел параллельно с Рейснером решение для заряженной сверечки симметричной черной дыры. С тех пор это решение называют решение Рейснера и Норстермина. Но тут следует сделать важное замечание. Как только появилось решение Шваршильда, физики и относились к нему как к вышеупомянутому сферическому коню вакууме. То есть это теоретически возможно, на практике нет. Считалось, что такой коллапс в черную дыру возможен только для идеально сферически симметричного тела. Да, можно даже не быть астрономом. Астрономы прекрасно знают, что звезды полностью не симметричны. Есть некие возмущения. И как физики вы понимаете, и как просто обыватели вы понимаете, что идеальной сферической симметрии в природе не бывает. Где-то какая-нибудь симметрия все равно проклюнется. И благодаря наличию вот этих асимметрий коллапс в черную дыру считался невозможным. То есть это такая замечательная математическая конструкция, некий казус, который на практике не реализуется. То есть не может быть, чтобы реальные звезды коллапсировали в таких страшных монстрах. Однако такой человек, как Роберт Оппенгеймер, совместно со своим учеником Хартландом Снейдером в 1939 году опубликовал работу о бесконечном гравитационном сжатии. Тут следует сказать немного о самом Оппенгеймере. Больше всего он известен как научный руководитель Манхэттенского проекта. Фактически он являлся отцом американской атомной бомбы. Также он написал фундаментальный труд по квантовой механике, так называемое приближение Борна Оппенгеймера. Но до Второй мировой войны непосредственно он занимался проблемами гравитации и опубликовал вот эту статью. В чем же в ней было написано? А был рассмотрен так называемый коллапс пылевыдной сферы. Что означает пыль? Пыль в теории относительности означает такую среду, которая не имеет давления. То есть просто взвешенная пыль, она давления не имеет. Естественно, на практике в черной дыре коллапсируют сгустки газа, которые давление еще как имеет. Но по сравнению с колоссальными гравитационными силами давление газа является ничтожным. И поэтому можно считать, что это не имеющее давление пыль. Но важнейшим следствием этой работы являлось то, что в черную дыру может сколлапсировать не только идеальный сферический объект, но и какой-то деформированный сгусток пыли, который как раз и может образоваться в реальных космических объектах. То есть черные дыры являются вполне реальными следствиями общей теории относительности. Их нужно искать. И я здесь не могу не упомянуть такого ученого, как новозеландец Рой Кер. Он в 1963 году впервые нашел решение для вращающейся черной дыры. На практике практически все черные дыры вращаются. Какие-то медленно, какие-то быстро. И поэтому наибольший физический интерес представляет из себя как раз решение Кера. И оно встречается еще чаще, чем решение Шваршильда. Что интересно, он в этом году опубликовал, или вот-вот опубликует, я читал припринт, статью в соавторстве с двумя другими учеными, где рассматривает поведение электромагнитных полей вокруг вращающейся черной дыры, вокруг решения Кера. Ему 87 лет. Тем не менее, до сих пор живет здравствует, даже пишет статью. Удивительно. Но давайте вернемся к обычной невращающейся черной дыре. Как ее можно представить? Когда вы изучали гравитацию Ньютона в школе, или в университете, или смотрели какие-то презентации, публичные лекции, очень часто там используется вот такой вот пример. То есть приходит человек на планете или с горы, или просто с поверхности подбрасывает какой-то шарик. Вот у нас есть масса планеты М1. Если мы возьмем более плотную планету, более плотную планету больше массы, то за счет более сильной гравитации, брошенный с тем же усилием шарик, с той же энергией шарик, поднимется существенно ниже. Если мы еще больше увеличим гравитацию планеты, то брошенный с тем же усилием шарик поднимется еще ниже. И если мы будем увеличивать, увеличивать, увеличивать массу планеты, то рано или поздно ничто, даже луч света, не может покинуть такой объект. Это и будет черной дырой. Но удивительно то, что вот этот гравитационный радиус или радиус Шварчильда для Солнца это 3 километра. Диаметр Солнца чему равен? Астрономы. Диаметр Солнца около миллиона километров. А тут их надо держать до 3 километров. А для Земли этот радиус Шварчильда или гравитационный радиус равен 9 миллиметров. То есть если мы держали Землю до 9 миллиметров, это примерно горошина, то только тогда Земля бы стала черной дырой. То есть вы можете представить, какие колоссальные плотности нужны для того, чтобы такую черную дыру создать. Но самое интересное то, что в космосе есть такие силы, есть такие объекты, которые сжимаются подобным образом. Теперь, что же такое за волосы черной дыры? И почему их у нее нет? Нет. Если переводить с такого фривольного языка на физический, то можно сказать, что черная дыра является простейшим для описания теоретическим объектом в астрофизике. Почему? Поскольку она полностью описывается тремя параметры массой, момент импульса. Тут люди сидят образованные. Что такое момент импульса, вы понимаете? То есть тем быстрее вращается тело, и чем оно массивное, тем больше момент импульса. Если тело будет менее массивным и вращаться менее интенсивно, то момент импульса меньше. И электрическим зарядом. Считается, что реально астрофизические объекты обладают очень малым зарядом. То есть черная дыра поглощает положительного заряда почти столько же, сколько и отрицательного. И поэтому на практике эти три параметра уменьшаются от двухмассы и момент импульса. И что мы можем сказать об устройстве черной дыры? А то, что она устроена очень просто. Если мы возьмем невращающуюся черную дыру, то тут все просто. Тут есть некий горизонт событий с радиусом Шваршильда. Это попадая внутрь которого ничто не может вернуться обратно. И некая сингулярность. О сингулярности мы поговорим сегодня еще. Но там понятно то, что непонятно ничего. То есть кривизна пространства и плотность материи достигают бесконечных значений. Но тем не менее схематично черная дыра Шваршильда выглядит так. Если же черная дыра вращается, мы имеем черную дыру Кера, то тут добавляется такой интересный объект, такая интересная область пространства времени, как и эргосфера. В отличие от горизонта событий, любое тело, попавшее туда, может вернуться. Космический корабль может вернуться из эргосферы. Но если он туда попадает, то он будет вращаться вместе с черной дырой. Черная дыра как будто бы увлекает за собой пространство-время, которое вращается вместе с ней. То есть там можно находиться, оттуда можно вернуться, но любое тело обязано вращаться вместе с черной дырой. Вот так вот теория устроена, общая теория относительности, что в данной области черная дыра словно водоворот увлекает пространство-время вместе с собой. Вот такое интересное следствие. Давайте поговорим о том, какие черные дыры вообще у нас бывают. Начнем с черных дыр звездной массы. Название говорит самого за себя. Масса черных дыр, начиная от пяти до нескольких десятков масс Солнца. В астрономии масса всех объектов измеряется в массах Солнца. Так принято. Понятно почему. Это очень интересная таблица. Касается звездной эволюции. О ней можно говорить очень долго, можно читать отдельную лекцию. Но я не буду, я все-таки не профессиональный астроном, я именно гравитатор. Поэтому я скажу лишь следующее. Что при эволюции массивных звезд образуются так называемые звездные остатки. Белый карлик, нейтронная звезда и черная дыра. Очень кратко, что это такое. Под действием гравитации ядро звезды начинает сжиматься. И чтобы сопротивляться колоссальным гравитационным силам, на первой стадии вот в этом белой карлике образуется так называемый вырожденный электронный газ. То есть, условно говоря, электроны взаимодействуют друг с другом, они являются фермионами, а не бозонами. То есть, они не могут в больших количествах быть сконцентрированы в одной точке. Может кто-то слышал принцип запрета Пауэля. То есть, они будут сопротивляться своему сжатию. И за счет этого сопротивления вырожденного электронного газа происходит сопротивление гравитационного сжатию и образуется белый карлик. Если же ядро звезды более массивное и, соответственно, гравитация более сильная, то усилий электронов, так сказать, усилий является недостаточно. И в дело вступают нейтроны. И работает уже газ из нейтронов. Естественно, давление там чудовищное. Вещество очень экзотическое. И что за вещество в центре нейтрона звезды, мы до сих пор не знаем. И нам это очень интересно. Но, тем не менее, они могут сопротивляться еще больше гравитации. И образуется звезда, которую очень грубо можно представить как одно большое ядро. Один большой нейтрон. На самом деле все гораздо сложнее. Но идея в том, что нейтроны сопротивляются гравитационному сжатию. И, наконец, если масса превышает так называемый предел Чандросикара, масса ядра 1,4 солнечной массы, то образуется черная дыра. Где уже ничто не может помешать схлопыванию этого гравитационного колодца. И образуется тот объект, который мы, собственно, наблюдаем. Их масса примерно от 5-4 солнечных масс до нескольких десяток. Мы об этом чуть попозже еще поговорим. Я покажу вам картинку. Противоположностью этому являются сверхмассивные черные дыры. Они находятся в центре либо почти каждой галактики, либо в очень большом количестве галактик. То есть можно рассматривать какие-то неправильные галактики, где сверхмассивные черные дыры не обнаружены. Но если мы можем рассматривать обычные стандартные галактики, то в центре каждой из них находится сверхмассивная черная дыра. Что это за рисунки? А это наш галактический сосед, галактика Туманности Андромеды. Вы можете видеть здесь изображение, полученное в видимом свете, в ультрафиолетовом диапазоне и в рентгеновском диапазоне. Эти изображения получены совместным российско-германским проектом «Ерозита спектр рентген-гамма». И вы можете видеть, что здесь, прямо в центре Туманности Андромеды, она очень сильно похожа на нас, на Млечный путь, находится очень яркий объект, который светит еще и в ультрафиолетовом, и в рентгеновском диапазоне. Вот здесь вы можете видеть увеличенное изображение центра в рентгеновском снимке. Это не этот же самый снимок, но идея понятна. И вы можете видеть в самом центре очень сильно яркий в рентгеновском диапазоне объект. По современным представлениям, это черная дыра. Почему она внезапно является ярким в рентгеновском диапазоне, мы минут через 10 поговорим. Масса таких сверхмассивных черных дыр, но деление условное, начинается примерно от 100 тысяч солнечных, заканчивая миллиардами и десятками миллиардов солнечных. Колоссальной массы объекта и других таких тяжелых объектов в принципе в природе нет. Теперь переходим к черным дырам, которые должны существовать, но пока не открыты, не наблюдаемы. Наиболее интригующие являются черные дыры промежуточных масс. Здесь 10 третьих, 10 четвертых солнечных масс, чисто условное деление. Но в общем они слишком тяжелые, чтобы считаться черными дырами солнечных масс, то есть они не могут получаться из звездной эволюции, и слишком легкие для того, чтобы считаться сверхмассивными черными дырами. Во-первых, они должны существовать, и интересно бы их обнаружить. А во-вторых, эти промежуточные черные дыры или черные дыры промежуточных масс могут являться неким ключом к разгадке сверхбыстрого роста сверхмассивных черных дыр. Существует такая проблема, что черные дыры сверхмассивные существовали уже после как минимум миллиарда лет после Большого взрыва, и это слишком рано для таких сверхмассивных черных дыр. Они выросли поразительно быстро, и это загадка, которую требуется разрешить. Одной из гипотезей, разрешающих данный вопрос, является то, что они выросли благодаря коллапсу нескольких промежуточных черных дыр. И хотелось бы такие черные дыры обнаружить. Почему их сложно обнаружить? Потому что вблизи них, как правило, нет объектов, которые могут светиться. То есть ни газа, ни окружающих звезд, благодаря особенностям галактической эволюции. То есть сверхмассивная звезда находится в центре галактики, она так или иначе окружена облаками газа. А черная дыра звездных масс очень часто гружена неким партнером-звездой, которая дает ей газ, и этот газ начинает светиться. Для черных дыр промежуточных масс таких объектов, как правило, нет, поэтому найти их очень трудно. И их обнаружение будет довольно серьезной вехой в наблюдательной астрономии. Еще одним предполагаемым типом черных дыр являются так называемые первичные черные дыры. Что это такое? Это такой объект, который образовался благодаря коллапсу плотных сгузков материи вскоре после Большого взрыва. То есть минуя возникновение первых звезд, первых галактик, эволюцию первых звезд, просто был какое-то плотное облако газа, оно сжимало, 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 сколлапсировалось, и образовалась первичная черная дыра. И, естественно, они могут быть любой массой. Если на черные дыры звездных масс налагаются определенные рамки по массе, благодаря сложным процессам звездной эволюции, то на такие первичные черные дыры ни таких рамок нет. Но, тем не менее, я пишу, что масса больше 10 в 1 степень, килограмм. Масса Солнца 10 в 32 килограмма, то есть это очень маленькая масса для черной дыры. Почему? Потому что черные дыры меньше массы, вообще говоря, исчезли. Черные дыры могут исчезать. Мы об этом в самом конце поговорим. Но вот такое интересное ограничение на массу первичных черных дыр есть. И, наконец, самое, наверное, интересное, микроскопические черные дыры, которые могут теоретически появиться в каком-то коллайдере. Я лично смотрел много лет назад по телевидению выпуск о том, как молодой человек ходит вблизи Красной площади и собирает подписи против запуска большого дронового коллайдера, потому что может образоваться черная дыра, которая засосет, собственно, всю Землю. Этого не будет, к сожалению или к счастью, потому что не хватит энергии. Очень сильно не хватит энергии на текущем коллайдере, чтобы образовать черную дыру. Почему? К сожалению. Потому что можно было получить огромное количество научной информации, ценнейшей. Но ничего страшного бы не было, потому что такая маленькая черная дыра бы исчезла. То есть такого эксперимента, который привел бы к возникновению черной дыры, который поглотил бы всю Землю, мы создать не можем. Нам очень сильно не хватает энергии. В этом плане все безопасно. И такие черные дыры, к сожалению, пока не обнаружены. Теперь давайте поговорим, а как, собственно, черные дыры могут быть обнаружены. Вот тут слева нам показывается интересное кино. Я пока прокомментирую. То есть образуется, во-первых, аккредитационный диск. Вот он. Это диск из очень горячего газа, который окружает черную дыру. И, возможно, резкое изменение яркости окружающего вещества. То есть когда, видите, газ перетекает или с звезды, или с газового облака, которое окружает черную дыру, он нагревается за счет трения частиц друг от друга. И температура резко повышается, яркость резко увеличивается. И возникают выбросы вещества, джеты. Вот здесь джет характерного структуры изображена здесь. Ну и по современным представлениям, именно благодаря таким механизмам образуются квазары. Ярчайшие объекты во Вселенной. Действительно, они самые яркие объекты, которые только можно себе представить. Здесь, конечно, не совсем квазар, но тем не менее все вот эти процессы, которые перечислены здесь и на видео, вы можете наблюдать. Есть некая черная дыра, есть облако газа, вверх и вниз идут релятивистские джеты и образуется очень сильное магнитное поле. Это некий гигантский магнит. Вот здесь южный полюс магнита, здесь северный. Это целая естественная лаборатория для изучения и электромагнетизма, и газодинамики, и гравитации. Интереснейший простор для различных исследователей. Но идея в том, что это все очень сильно светится во многих диапазонах. И в радиодиапазоне, и в рентгеновском, и в видимом, и иногда в ультрафиолетовом. Поэтому это все в соответствующие телескопы видно, люди это смотрят, люди анализируют. Но главное, что вблизи черных дыр есть некая материя, которая может туда падать, которая может светиться. И, естественно, сами черные дыры наблюдать нельзя, поскольку ничто не может покинуть черную дыру. Они не излучают. Мы видим только их окружающее соседство. То есть те картинки, которые я показывал, что в центре туманности Абрамеды находится очень яркий объект, это светится не черная дыра, светится окружающий газ. Это нужно понимать. Вот здесь вы можете видеть еще одно интересное кино, которое иллюстрирует те процессы, которые я сказал. Видны еще джеты, видна аккреция. Это за счет ускорения. Почему светится аккреционный диск, я еще скажу. Он светится, во-первых, потому что заряженные частицы, это же плазма, там существуют положительные отрицательные заряженные частицы. А заряженные частицы при движении с ускорением, они движутся по кругу, значит с ускорением. Эти частицы должны излучать, во-первых. Во-вторых, различные слои диска трутся друг от друга, нагреваются и тоже серьезно излучают. Вот здесь, что называется, сингулярность в представлении художника. Сингулярность это некая точка с бесконечной кривизной и с бесконечной плотностью энергии. Как она выглядит, мы не знаем, просто потому что мы в черную дыру не заглядывали. А если кто-то и заглянет, то рассказать он об этом окружающему миру уже не сможет. Поэтому это вот такой некий математический казус. Об этом я чуть попозже поговорю. И давайте рассмотрим, как же еще можно обнаружить черные дыры. Очень просто наблюдать за движением окружающих их звезд. Законы Кеплера многим тут присутствующим хорошо известны. И на основании законов Кеплера можно найти массу невидимого объекта, вокруг которого видимые звезды движутся. И за открытие сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, так называемой стрелец А со звездой, то есть дыра в созвездии стрельца, была получена Нобелевская премия 2020 года. Вот эти граждане, Рихард Гензель и Андреа Гесс, экспериментаторы. Вот результаты группы Гензеля, вот результаты группы Гесс. Результаты для звезды С2. Вот видите здесь вот С02 звезда, оно очень близко, я надеюсь вам видно, подходит к центре галактики, к объекту, который обозначен звездочкой. И если вы видите здесь многолетнее добросовестное наблюдение за этими объектами, и если аккуратно посчитать массу этого объекта, исходя из данных наблюдений, то получается, что она равна 4 миллиарда солнечных масс. Ни один объект в природе вообще, кроме черной дыры, не может обладать такой большой массой. Поэтому было экспериментально установлено, что в центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра. Они получили по четверти Нобелевской премии. Кто же получил другую половину? А получил Роджер Пенроллс. Роджер Пенроллс. И на самом деле вручение Пенроллсу Нобелевской премии несколько удивительно. Но мне как теоретику очень приятно. Что же он показал? Он еще в 65-м году показал, что если тело коллапсирует в черную дыру, вот страничка, собственно, из Physical Review Letters, красивая картинка на тот момент, и надпись о том, что при коллапсе в черную дыру неизбежно возникает вот эта страшная сингулярность. Очень просто, что это такое. Давайте посмотрим на закон всемирного тяготения, на закон Кулона, который вам хорошо известен. И когда их рассматривают в школе, и не только в школе, обычно практически не говорят, а что будет, когда R нулю равно, или стремится к нулю. А происходят математически страшные вещи, сила стремится к бесконечности. Но в природе бесконечности нет. Это значит, надо как-то модифицировать теорию, какие-то более хитрые механизмы включать, чтобы сила не была бесконечной. И оказывается, что общая теория относительности ведет себя точно так же. Когда мы будем рассматривать центр черной дыры, там тоже сила, плотность энергии и кривизна становятся бесконечной. Это говорит о том, что теория относительности не полна. В природе бесконечности нет. Значит, нужно как-то модифицировать теорию относительности, чтобы понять, что же в этой сингулярности возникает. А Пенроуз теоретически показал, что такая сингулярность обязательно будет. Почему факт вручения Нобелевской премии Пенроузу несколько удивительен? А потому что довольно жестким правилом вручения Нобелевской премии в физике является экспериментальное подтверждение данной теории. То есть кто-то что-то либо показал на эксперименте некий эффект, его очень-очень много раз проверили, либо кто-то теоретически предсказал, его экспериментально очень-очень много раз проверили. А экспериментально проверить сингулярность, возможно, мне представляется. Нужно заглянуть в черную дыру и потом оттуда как-то передать информацию. Сейчас это вообще теоретически даже невозможно. Но тем не менее, тем не менее, за это принципиальный теоретически непроверяемый факт Пенроуз получил Нобелевскую премию. Вторым интересным фактом является то, что после своей работы он опубликовал еще множество работ, касающихся сингулярности, совместно со Стивеном Хокингом, который умер в 2018 году, прожив 62 года со страшным диагнозом. Врачи давали 2 года, он прожил 62, и 2 года не дожил до вручения Нобелевской премии Пенроуза. И очень сильно кажется, что если бы Хокинг жил, ему дали бы совместно с Пенроузом. То есть фактически человек 2 года не дожил до вручения Нобелевской премии, поскольку он ученый, еще даже более известный, чем Пенроуз. Ну вот такова ирония судьбы. Как сказал, по-моему, Гинсбург, наш Нобелевский лауреат, чтобы получить Нобелевскую премию, надо жить долго. Здесь железным правилом является то, что дает только прижизненным ученым Нобелевскую премию. Итак, теперь давайте еще веселые картинки, пока вы на них смотрите, я поговорю о том, как можно обнаружить черные дыры. По взаимодействию с соседами по звездной системе. Что здесь изображено? Это все гифки с официального сайта НАСА. Здесь изображены так называемые рентгеновские двойные звезды. А я выбрал наиболее примечательный. Вот это источник Лебедь Х1, так называемый. Это вообще первая черная дыра, открытая человечеством. То есть вот в этом источнике был открыт рентгеновский источник, и первым из астрофизических объектов вообще этот объект считается черной дырой. Было строго установлено. И по поводу этого объекта Стивен Хокинг заключил шуточные пари с Кипом Торном о том, что здесь нет черной дыры. Логика Хокинга была простая. То есть либо здесь есть черная дыра, и то, чем он занимался практически всю жизнь, имеет место быть на практике. Либо черной дыры нет, но он будет получать пять лет подписку на один из каких-то журналов. Но черная дыра здесь образовалась, и поэтому Кип Торн год получал подписку на один из журналов английских. Что же вот это за объект? Это объект с самым большим аккредиционным диском, который на данный момент известен. Диаметр этого диска 80 миллионов километров. Больше, чем расстояние от Меркурия до Солнца. То есть вот такие вот объекты страшные так есть. Но вот массы и период обращения вы можете видеть. Я дублировать их не буду. Что это за объект? Это объект, опять-таки, двойная рентгеновская звезда. То есть почему? Что такое двойная рентгеновская звезда? Черная дыра ворует вещество у окружающей ее звезды. Это вещество медленно падает, образуется коррекционный диск, о котором я уже сегодня говорил. Это все интенсивно излучает в рентгеновском диапазоне. Так вот, эта система является самой быстро вращающейся. Имеет очень маленький период, 2,4 часа. Естественно, все это существенно ускорено, но ускорено в одно и то же количество раз. То есть вы можете видеть, насколько быстрее вот эта льда вращается. Но и здесь вы видите Солнце. Это Солнце для сравнения. Естественно, тут Солнце ставить смысла не было, поскольку 80 миллионов километров тут бы просто Солнце не поместилось. Но, тем не менее, черная дыра как будто бы ворует вещество у своего соседа, и это все интенсивно излучает. И, опять-таки, сама черная дыра невидима, но по скорости и орбите соседа компактного объекта можно обнаружить массу этого компактного объекта, и можно сказать, что это черная дыра. Что, собственно, и было сделано. Что же дальше? Еще одним способом обнаружения черной дыры является гравитационное микролинзирование или макролинзирование. Что это такое? Очень просто. Как мы знаем, у нас масса энергии искривляет пространство, и искривленное пространство может работать в виде линзы. То есть есть вот звезда, проходит перпендикулярно между звездой и наблюдателем, который смотрит в телескоп, или просто телескопом. Проходит черная дыра, искривляет пространство-время, и мы получаем увеличенное число лучей, которые идет в глаз наблюдателю. И яркость звезды на какое-то время увеличивается. После чего черная дыра проходит, и яркость становится такой, какой была. Вот такой процесс, где искривление пространства-время проходит на одиночной черной дыре или на одиночном компактном объекте, называется микролинзированием. Вот пример. Вот вы видите снимок 28 апреля 1996 года и снимок той же самой области 15 ноября 1996 года. Оптика была еще довольно плохой, качество соответствующая, но тем не менее видно, что яркость резко увеличилась. Это не переменная звезда, это вполне себе обычная звезда, яркость увеличилась. И смотрите, что тут еще происходит. Находят две звезды, которые являются близнецами. У каждой звезды есть свои как бы отпечатки пальцев, рентгеновский спектр. И если ученые видят две звезды, которые находятся очень плотно и обладают одним и тем же спектром, они понимают, что на самом деле одна звезда, просто свет от нее за счет искривления идет к нам по двум различным точкам. То есть имеет место быть гравитационное микролинзирование. Есть еще и макролинзирование. Оно отличается от микролинзирования тем, что свет искривляется за счет какой-то галактики, большой или скопления галактики, или сверхмассивной черной дыры, которая в центре этих галактик находится. И тогда мы видим более глобальные картины. Например, вот такая интересная галактика Чеширский кот, улыбка Чеширского кота. Обратите внимание, что тут искривление не вокруг какой-то точки, а вот целыми кольцами, целыми дугами искривление происходит. Это так называемые кольца Эйнштейна. Есть еще крест Эйнштейна. То есть это все картины, связанные с искривлением пространства-времени за счет гравитирующих объектов, которые находятся между звездами и наблюдателем. Вот здесь еще один интересный пример гравитационного линзирования, а именно двойное кольцо Эйнштейна. То есть кольцо даже не одинарное, а двойное. Это все, повторюсь, происходит за счет искривления света какими-то либо галактиками, либо скоплением галактик, либо, если ничего не наблюдается, то какими-то черными дырами. И таким образом черную дыру можно обнаружить. Еще одним интереснейшим способом обнаружить черные дыры являются гравитационные волны. Гравитационные волны — это как будто бы рябь пространства-времени. То есть у нас есть покоящиеся тела, и за счет того, что пространство-время колеблется, они сами как будто бы без всяких усилий начинают колебаться. Но проблема в том, что эти колебания ничтожны. Если я буду очень-очень быстро вот так махать рукой, то я тоже буду излучать гравитационные волны. Но мы в принципе не сможем их зафиксировать. И пока что единственным объектом, практически единственным объектом, гравитационные волны, от которого мы можем зафиксировать, это пары, сталкивающиеся с собой черных дыр. Или черные дыры нейтронной звезды. Но тем не менее интенсивность этих гравитационных волн чрезвычайно мала. Тем не менее, была получена, это было зафиксировано, и в 2017 году, я здесь иду не в хронологическом порядке, но в порядке увеличения сложности, была получена Нобелевская премия. Рейнер Вайс был одним из инициаторов постройки обсерватории Лайга, которая обнаружила гравитационные волны, и был первым его директором. Барри Бариш — текущий директор обсерватории Лайга. Но Акип Торн — знаменитый теоретик, который проводил то шуточное пари со Стивеном Хокингом, и он являлся одним из инициаторов строительства этой обсерватории Лайга. Что это такое? Оно представляло из себя два таких гигантских интерферометра, которые могут зафиксировать сдвиг в 10 минус 18 метра. Это в тысячу раз, в 10 тысяч раз меньше, чем диаметр протона. То есть вы представляете, какая фантастическая точность для этого должна быть. Естественно, никакая одна страна, никакая одна группа ученых не может построить полностью такой сложный прибор, и участвовало огромное количество людей. В статье, в которой описывалось обнаружение гравитационных волн, было, если мне не изменяет память, 1386 фамилий. 1386. Обычные статьи у теоретиков 2.3, у экспериментаторов 8, 10, 20. А тут 1386. В том числе и наши ученые под руководством профессора Брагинского приложили свою руку к строительству данного интерферометра. Что приятно. Что произошло? Произошло следующее. Вот вы видите теоретическую кривую излучения гравитационных волн. Посчитали, провели компьютерное моделирование. Для различных масс звезд и для черных дыр 36 и 29 солнечных масс была вот такая теоретическая кривая. А два таких интерферометра, один в штате Вашингтон, другой в штате Луизиана, зафиксировали вот такое вот колебание сигнала. Что практически полностью совпадает с теоретическим. После этого был сделан вывод. Причем два, не один, а именно два. Чтобы вы понимали точность, в европейской, есть еще обсерватория ВИРГО, европейская, если в 20 километров трамвай проедет, то это вообще говоря возмущение, и это надо как-то учитывать. Проехал трамвай в нескольких десятки километров. Чтобы вы понимали сумасшедшую точность. Так вот, в результате считается, что согласно общей теории относительности произошло снияние Солнца, обратите внимание, массами 36 и 29 солнечных, и образовалась черная дыра массой 62 солнечных. Если быстренько посчитать, то можно понять, что 39 плюс 26 это 65. А почему-то солнечная масса 62. А что произошло? А три солнечные массы, это очень много, ушли на излучение гравитационных волн. Тут мы вспоминаем, что масса это энергия, и выделялось такое колоссальное количество энергии из-за гравитационного излучения, что три солнечные массы просто как бы рассеялись в пространстве. Вот такие вот удивительные чудеса. Но это все происходило строго в соответствии с общей теорией относительности. И гравитационные волны были предсказаны довольно скоро, теоретически, а практически их обнаружили только в 17-м году. На самом деле, вернее в 15-м, а Нобелевская премия была дана в 17-м. Вот на этой интересной картинке вы видите все те гравитационно-волновые события, или почти все гравитационно-волновые события, которые были зафиксированы различными детекторами. Вот здесь вы видите черные дыры, здесь нейтронные звезды. На что можно обратить внимание в этой картинке? Ну вот здесь вы видите как минимум два события столкновения черных дыр и нейтронных звезд. Такое тоже может быть. И это еще более интересно, чем столкновение черных дыр, поскольку помимо гравитационно-волнового сигнала можно получать еще и электромагнитный, что очень интересно. Сравните это новое событие, гравитационный сигнал и электромагнитный. И вы можете видеть характерные размеры черных дыр звездных масс. Вот обнаружили даже одну черную дыру 160 солнечных масс. Это очень много, но тем не менее даже и близко не подходит к промежуточной черной дыре, к черной дыре промежуточной массы. Также, что же касается масс, можно видеть, что есть несколько нейтронных звезд массой больше двух солнечных, но верхнюю границу для массы нейтронной звезды теоретически мы пока не можем уточнить, потому что это зависит от уравнения состояния вещества, от состояния сверхплотного вещества, которое находится в центре нейтронной звезды. Тут можно читать отдельно научно-популярную лекцию, я этим не буду заниматься, но тем не менее верхний предел для нейтронной звезды очень важен для теоретиков. И обратите внимание, что очень мало черных дыр малых масс, то есть ниже пяти солнечных масс практически нет. И очень интересно, почему таких черных дыр, скажем, от трех до пяти солнечных масс мало. Это тоже проблема, которая требует своего решения в рамках различных теорий звездной эволюции. И, наконец, еще одним событием, которое было на слуху, это получение фотографии или изображения черной дыры. Вот знаменитое изображение, которое было получено для черной дыры в центре активной галактики М8-7. Почему именно для этой галактики? Ну, во-первых, галактика имеет очень большую, в смысле угловых размеров, черную дыру, чуть-чуть больше даже, чем наша черная дыра стрелится. Во-вторых, она повернута к нам плашмя, и ничего не мешает разглядеть эту черную дыру. Но, тем не менее, получение такого изображения не настоящий научный подвиг. Для этого был реализован так называемый коллаборация телескопа горизонта событий, Heaven Horizon Telescope. Здесь вы видите радиотелескопы, которые были поставлены и работают в различных точках земного шара. И можно считать, что это один большой радиотелескоп вот с такой гигантской базой, которая равна, ну, вот я сейчас точные цифры вам не назову, но порядка десятка тысяч километров. Вот этот телескоп со сверхдлинной базой зафиксировал сигнал, который вообще поступал, в виде радиоволн. А вот эта милая девушка, Кэтрин Боуман, которая является специалистом по компьютерному зрению, по цифровой обработке сигнала, физическому моделированию, разработала алгоритм, который позволил вот этот радиоволновой сигнал преобразовать вот в такое изображение. И здесь вы видите первую реакцию, когда она увидела данное изображение. К чему я этот привел биографию человека? Во-первых, она это заслуживает. Во-вторых, к тому, что сейчас в современных исследованиях и теоретических экспериментах найдется место практически любым специалистам, не только физикам, не только математикам, но и программистам различного рода. Фактически это была задача именно программиста, преобразовать один вид сигнал каким-то сложным образом в другой. И что же, собственно, увидели? Сами черную дыру увидеть нельзя. Более того, это даже не горизонт событий. Вот что это такое. Вокруг аккредитационного диска возникает так называемая фотонная сфера, радиус которой примерно, не примерно, а точно полтора гравитационных радиуса. Это так называемая сфера последней орбиты фотона стационарной. То есть если фотон упадет еще ниже, его заслужит в черную дыру. Но даже не это вы здесь видите. Вы здесь видите так называемую тень черной дыры. И радиус тени примерно в 2,6 раза больше гравитационного радиуса черной дыры. Мы не можем видеть саму черную дыру. Это даже не, повторюсь, это не радиус Шваршильда черной дыры. Это область, которая примерно в 2,5 раза больше. Но тем не менее, это научный прорыв. И самым интригующим для меня фактом является следующий. Я примерно месяц назад дал согласие на чтение этой лекции, или чуть больше. И только потом я узнал, что 12 мая в 10 часов утра по московскому времени, то есть в 13 часов по общеевропейскому универсальному времени, эта же коллаборация «Горизонт событий» продемонстрирует изображение уже нашей черной дыры стрелеца. И если бы мы эту лекцию проводили завтра, тут была бы фотография нашей черной дыры. Но ее нет, поскольку ее еще не... А ну ее получили, она есть, но ее еще не опубликовали. И завтра, соответственно, приглашаю заинтересованных лиц посмотреть. Они в прямом эфире все это покажут. Вот буквально завтра, чуть-чуть вот не успели. Несколько часов. Но тем не менее, такие вот, что я хотел сказать о фотографии черной дыры. И, естественно, нельзя не упомянуть Хокинга, когда мы говорим о черных дырах. Можно говорить много о нем и про его биографию, и про его открытие, но, опять-таки, формат лекции это не позволяет. И я скажу лишь о самом значимом его открытии, а именно о том, что черные дыры могут испаряться. Во-первых, это сам по себе данный факт несколько шокирует. Во-вторых, это фактически первая научная работа, в которой применяется и общая теория относительности, и квантовая теория поля. Это две теории, они очень хорошо проверены. Очень хорошо сформулированы, скажем так, и глубоко рассмотрены, но они друг с другом очень плохо скрещиваются, если по-простому говорить. И первая попытка скрестить эти две теории привела к тому, что, оказывается, черные дыры могут излучать. И могут рано или поздно взрываться. Как-то не странно. Вот иллюстрации замечательной книги Новикова «Черные дыры и вселенная» 1974 года. Что происходит? Дело в том, что вакуум на самом деле не совсем вакуум, и там периодически рождаются частицы-античастицы. То есть они родились, как-то просуществовали, потом слопнулись. Родились и слопнулись, родились и слопнулись. И иногда бывает, что та частица, которая родилась вблизи горизонта событий, упала античастица. А частица вылетела. Конечно, большинство частиц они потом падают обратно, но такая ситуация бывает, что античастица упала, частица вылетела. То есть черная дыра потеряла массу, потеряла энергию. Это значит, что ее масса уменьшилась. Но излучение даже такой маленькой черной дыры, как черная дыра 3 в солнечной массе, это примерно минимальный размер черной дыры в зеленой массе, она излучает интенсивнее всего, потому что у нее гравитация слабее, и она теряет больше частиц. И у нее наибольшая температура. Если у тела есть излучение, то есть и температура. Так вот, температура такой черной дыры, если аккуратно посчитать, это 10 в минус 8 кельвина. А температура реликтового излучения, то есть космос, это же на самом деле гигантская микроволновка, просто очень холодная. И температура реликтового излучения в космосе 2,73 кельвина. То сейчас черные дыры за счет испарения ничего не теряют, они, наоборот, даже приобретают массу. Но если рассматривать очень-очень-очень-очень далекую Вселенную, сейчас, напомню, возраст Вселенной 13,8 миллиарда лет, а если рассмотреть вот такие промежутки от 10,40 до 10,00 степени лет, вот есть книжка, немножко старая, Адам Славлин, 5 возрастов Вселенной в глубине физики и вечности. Но там, на тот момент, на 95-й год, очень подробно рассмотрено все процессы рождения и смерти Вселенной. Рекомендую. Также я рекомендую посмотреть на YouTube видео «Таймлапс Вселенной». Это видео переведено на русский, там за полчаса все это тоже очень подробно рассказано. Но шокирует вот вам, что так называемая эпоха черных дыр, когда не будет ничего, кроме черных дыр, будет продолжаться от 10,40 до 10,40 степени лет, то есть единичкой с 40 нулей, до 10,00 степени лет, единичкой с 100 нулей. А сейчас у нас 13 миллиардов лет, примерно 10,10 степени лет. Это неизмеримо меньше такого срока. Но на протяжении вот такого очень длительного промежутка времени, его практически невозможно себе представить, будут только черные дыры, и они будут медленно-медленно испаряться, но в конце концов испаряться. Это по современным представлениям. Если мы сделаем какие-то другие прорывные открытия, возможно, анализ ситуации будет другой. Но тем не менее, черные дыры оказываются не вечно. Теперь очень кратко о родственниках черных дыр. Я уже фактически заканчивал. Ближайшими родственниками, если можно сказать, являются кротовые норы и белые дыры. Это тоже решение уровня Эйнштейна. Кротовые норы, они выглядят похоже, как черные дыры, то есть это некая сфера, но это туннель, извините, в пространстве времени. То есть можно нырнуть и вынырнуть в другом конце. Правда, можно не вынырнуть вообще. Очень много кротовых норов, так называемых, непроходимых, то есть ни космический корабль, ни человек пройти не может. Но теоретически можно вынырнуть где-то в другом месте, где непонятно, либо в другой области Вселенной, либо в другой Вселенной вообще существу. То есть это есть, это изучается, в том числе у нас на кафедре, но пока не найдено. Также пока не найдены такие родственники, как белые дыры. Это антипод черной дыры, черная дыра наоборот. Как вы представите? Очень просто, обратите черную дыру во времени. Если черная дыра работает по принципу всех впускать, никого не выпускать, то белая дыра наоборот. Она излучает интенсивно все вещество, но внутрь туда ничего попасть не может. Пока они не обнаружены, и есть довольно-таки серьезный аргумент в пользу того, что их не существует. Это второй закон термодинамики. То есть о чем он говорит? Что энтропия, замкнутая система со временем увеличивается. То есть увеличивается мера беспорядка. А если возьмем белую дыру, она все выталкивает из своей области вокруг, и внутри нее рано или поздно ничего не остается. То есть степень упорядоченности такой системы растет. То есть полный халст что такое? Когда все размазано примерно равномерно. Когда же мы имеем дело с белой дырой, окружающее пространство, наоборот, насыщается материй, а сама она материю теряет. То есть это противоречит, вообще говоря, второму закону термодинамики, что на самом деле не очень хорошо. Но тем не менее вот такие вещи люди рассматривают. И существует даже такая вещь, как мост Эйнштейна-Розена, что вот здесь на входе находится черная дыра в кротовый нур, а на выходе белая дыра. И это некий диод, только не полупроводниковый, а гравитационный. То есть все может идти только в одном направлении. В черную дыру падает и с белой дыры возвращается. Это пока на данный момент математическая абстракция, но может быть суперсверхразвитые цивилизации по таким вот лифтам будут путешествовать. Мы пока не знаем. Но тем не менее мы уже сейчас можем теоретически рассматривать такие экзотические объекты. И главный вопрос, что же, собственно, внутри черной дыры находится? А мы не знаем, если кратко. Если более развернуто, то общая теория относительности подсказывает, что это сингулярность. То есть объект с бесконечно плотной материей, бесконечной плотностью энергии, бесконечно кривизной. То есть все образуется в бесконечности. Значит, теория не полна. Значит, нужно думать дальше. Может быть, конечно, что помимо вот таких объектов, которые уже и рассматривал, черная дыра и белая дыра, могут быть мосты в другую область Вселенной или даже в другие Вселенные. Тут очень интересная концепция мультивселенной, что Вселенных на самом деле очень много. Этому можно отдельную лекцию посвятить. Сейчас, к сожалению, на это времени нет. Но для того, чтобы это понять, нужно скрестить, что называется, ежа с ужом. Нужно объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Пока не объединили. Возможно, это сделает теория струн. Но пока мы это не сделали. Но, тем не менее, один из вопросов, на которые теория струн должна ответить, это что же находится в сингулярности, что же находится внутри черной дыры. И вот на этой ноте я хотел бы завершить сегодняшнюю лекцию. Чуть-чуть по времени перебрал. Прошу прощения. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова